Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Здравствуйте, наши дорогие весы! Поздравляю всех с Новым наступающим годом! Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и исполнения всех ваших желаний. Другими словами, пусть ваши мечты сбываются! Так, весы, наши дорогие, а сейчас будет второй прогноз для вас на январь 2023 года. Так что весы, вот я вижу, такая хорошая карта светится, четверка жезлов, это праздник, сбор урожая, подсчет, семейный праздник, может быть, кстати, и предложение руки и сердца. Будем смотреть, что же вам весы подскажут карты Таро на январь 2023 года. Что посоветуют? Итак, первая карта для наших весов. Первая карта Мах. Ловкость, решительность, уверенность в себе. Вот такой красавчик, у него все есть, он все может. Значит, это мастер своего дела, мастер своего дела, человек, который умеет, знает, что делать, генератор идей, так сказать. Это вы можете быть таким весы. Вы можете быть таким человеком, или же рядом с вами есть человек, это может быть и начальник, и папа, и брат, который умеет и любит все контролировать, который знает, как что делать. У него для этого есть все возможности. Это человек очень уверенный в себе, мастер своего дела, умеет выходить как бы с любой ситуации решать проблемы. Это может быть также человек, может быть обращение к человеку узкой специализации, даже и к медику какому-то, вот какой-то специализации. Может быть и технические какие-то профессии, вот такой еще может быть. Юриспреденция еще, кстати, может быть, может обращение к такому человеку. И тут еще по этой карте, естественно, человек знает, умеет проявлять свои организаторские способности, то есть это, опять же, и вы можете такие проявить, или рядом будет человек, который вот так вот скажет, лидер такой, знаете, который ведет к победе. Это карта, естественно, большого потенциала, потому что Мах первый, вот старший Аркан, все возможности в ваших руках, вы, вот есть возможности, надо действовать. Это карта призыв действовать. Так что весы, не сидим на месте, действуем. Дальше карта для наших весов. Четверка кубков. Эта карта, знаете, такой усталость, уныние, какая-то скука может напасть на наших весов, апатия, что-то им будут предлагать, но им не очень нравится. Это когда надо, знаете, отдохнуть, потому что уже, может, кто-то устал. И нужно побольше видеть положительных моментов по этой карте вам, потому что вот, как бы, тут человек думает, вот, все так плохо. Нет, не все так плохо. И не принимайте импульсивных решений. Если вот вы почувствуете усталость, разочарование, вот, как вот на этой карте, такая хандра, нужно отдохнуть, нужно спокойно все обдумать. И, в общем, суть таковая, что живите дальше, не надо на этом зацепить. Это пройдет. Это все временные такие, такая временная небольшая пауза. Знаете, вот у вас, на вас такая, может, хандра напасть. Вам захочется побыть одному, что-то не устраивает, какая-то опустошенность может быть. Но у вас есть нужные возможности, просто надо не спешить с отказом, например, если вам что-то будут предлагать. Подумайте, взвешивайте все. Так, идем дальше, весы. Ой, полетела. Ну, полетел, что я могу сказать, все. Это замечательная карта Туз Кубков. Очень такая эмоциональная, мощный эмоциональный такой, знаете, взрыв, такая новость. Приятное времяпрепровождение, незабываемые моменты, эйфория, радость, начало новой любви, предложение руки и сердца, возможно, по этой карте тоже. Выполняйте, в общем, радостные события и незабываемые впечатления. И вот у вас будет такой, знаете, восторг и энтузиазм. Ну, учитывая мага, то это весьма логично. То есть вы захотите, знаете, вот все делать с таким энтузиазмом. Ну и, как я говорила, начало романтического знакомства очень возможно. И тузы, это всегда такое, знаете, начало радостных событий. Тут очень эмоциональные. У вас может быть какая-то такая новость, ну просто вау. Вы будете счастливы просто. Это очень эмоциональная карта. Вот. Будет месяц радостных событий. Будет какая-то радостная новость, я же говорю, из тех, что я перечислила. Так, идем дальше, весы. Январь 2023-го. Ну, старший аркан – сила. Ну вот, мудрость. Эта карта такая вот, сила, старший аркан. Это у нас, когда человек умеет, знаете, вот тут должна присутствовать терпение и мудрость. Нельзя какие-то вопросы решать, знаете, вот резко. Все должно быть тактично. Такая мягкая настойчивость. Нужно сдерживать своего зверя внутри. Это хорошее здоровье. Это мудрость при решении каких-либо вопросов. Восстановление энергетического баланса. То есть, если у вас тут было вот по четверке кубка, вы там что-то расстроились, апатия, то тут все уже восстановится. Прекрасный день для примирения. Вот если вы с кем-то в ссоре, пожалуйста, миритесь. Ой, день, месяц, день. Вот, ну, это все равно в какой-то день может случиться. И нужно быть снисходительным и как бы входить в чужое положение. То есть, вот, быть добрым и чутким. И в эмоциональном, в романтическом плане это тоже такие, знаете, могут быть сильные эмоциональные связи в этой карте. Так, наши весы, идем дальше. Еще карта для наших весов из этой колоды. На январь 2023 года. Наши весы. Ну, замечательно. Это девятка Пентакли. Это карта изобилия. Это карта самодостаточности, финансовой безопасности. Это когда человек поработал, он заработал. Тут даже по этой карте отложить можно денег. Хорошо заработать. Вы довольны собой. Это карта изобилия, я говорила, да. Это вы довольны, высокая самооценка. Человек поработал, и он заслуживает отдых. То есть, по этой карте можно, здесь может быть отдых. Покупка чего-то приятного для себя. Того, что вы давно хотели. Приятное времяпрепровождение. И вот, как бы, карта удовлетворения жизнью. На любом, и на материальном, и на физическом, и на духовном плане. И если какие-то ситуации, то все тут преодолевается по этой карте. Все преодолевается. И карта говорит, позвольте себе насладиться жизнью. То есть, отдохните. Отдохните весы. Вы заработали отдых. Так, а сейчас достанем еще несколько карт. Из колоды колесо года. Для наших весов. На январь 2023 года. Надеюсь, тут тоже будет. Так, шестерка чаш. Шестерка чаш. Вот так она выглядит. Посмотрите. Эта карта... Я бы сказала, привет из прошлого. Смотрите. Эта карта может означать возвращение любовных прошлых связей. Или они дадут о себе знать. Эта карта, ностальгия. Такая может на вас найти о прошлом. Я не знаю, там, начните фотографии рассматривать. Знаете, вот там. Это встреча с друзьями из прошлого. Может быть. Они могут появиться в вашей жизни. Это по-любому свидание. Может быть и подарок какой-то такой, знаете, приятный. Это может быть поездка в родительский дом. Или же встреча со своими родственниками. Празднование какого-то праздника именно в кругу семьи, кого вы давно не видели. Это может быть что-то найтись из прошлого, что вы давно искали, не находили. Может быть, также по этой карте вам могут вернуть долг, о котором вы, может быть, уже и забыли и не думали даже, что он вернется к вам. Это долг. Такая ностальгия, приятная такая карта. Вот так вот. Дальше весы. Карта звезда, старший аркан. Ну, что скажешь. Она говорит сама о себе. Это карта успеха. Вот вам удастся дотянуться до своей мечты. Благосостояние такого, знаете, вокруг такая идиллия. Вас люди будут любить. Вы будете нравиться не потому, что вот что-то там, я не знаю, там у вас там, не знаю, там одежда, например, красивая. Вы сами будете как светиться, как звезда, знаете, излучать такое вот хорошее настроение, хорошую энергетику, исполнение ваших желаний, успех, благополучие. Вы сможете добиться своих целей по этому старшему аркану. Замечательный старший аркан. Очень красивый. А еще, кстати, для мужчин, возможно, встреча с дамой. Такой очень красивой, которая ставит незабываемое впечатление в вашем сердце. Возможно, такая встреча. Так, идем дальше. Весы. Еще карта для наших весов на январь следующего года. Старший аркан «Мир». Мира вам опять очень хороший, сильный такой, благополучный аркан, который, чем может говорить, естественно, об успехе, о благополучии, о спокойствии в любой сфере жизни. Если вы что-то начинаете, у вас получается. Это может быть окончание одного периода и начало другого, которого у вас есть, с чем его начинать. То есть, хорошее начало нового периода. Может быть, исполнилась какая-то ваша мечта по звезде, и вы начали какое-то новое дело. У вас все получается. Карта гармонии, благополучие, но удачи. Это суперкарта, отличный Старший аркан. По нему хорошо все получается и по работе, и в семье, и мир, и благополучие, и в коллективе. Замечательный Старший аркан, если. Сейчас достану еще одну карту для наших песцов на январь. Так, семерка мечей. Вот первая такая хитрая карта. Да, семерка. Все остальное, конечно, то есть, будьте внимательны. Кто-то за спиной может, ну, неудивительно, если вот у вас здесь все получается, избываются ваши мечты, может, какие-то завистники могут появиться, какие-то быть сплетни. За спиной какие-то нехорошие дела могут у вас делать кто-то. То есть, это хитрость, обман. Кто-то может захотеть вас обмануть. Поэтому, весы, будьте внимательны, могут быть завистники, сплетники, обманщики. Иногда эта карта показывает измену, но, учитывая карты рядом, ну, сейчас такую раз достали, сейчас еще одну карту достанем, что это у нас за хитрость такая. В общем, будьте внимательны к своему окружению. Если будете какие-то сделки проводить, договора, будьте внимательны, чтобы не было обмана и чтобы хитрости не было. Будьте внимательны. Сейчас раз такая карта, достанем еще одну карту для наших весов. Видите? Что у нас? Две карты больше, чем надо. Так, сейчас, ну, что это у нас за хитрость? Ну, все равно, уже опять вылетела карта и вылетела одна. Что я могу сказать? То такое, мелочи жизни должны быть, потому что, вот, я достала, вот, вылетел, вернее, старший аркан императрица. Посмотрите, какая красавица. Это карта плодородия, роста бизнеса. Это карта беременности, материнства. Это карта заработка, то есть, прибыли. Это карта, когда все получается. То есть, я думаю, что вот это вам удастся обойти, и все у вас получится, все будет хорошо. это может быть рядом такая женщина, которая добрая, отзывчивая, красивая, такая, знаете, добрая красота. Вот так вот еще может быть. В общем, замечательный старший аркан весы. Все у вас получится, карта замечательная. А сейчас весы еще достанем вам карту совет из колоды второго ангелов. Сейчас посмотрим, что. Ну, тут просто супер. Старший аркан звезда, мир, императрица. Поэтому, учитывая, что тут рядом вот эти все, сейчас я прямо подниму, сейчас покажу еще раз. Учитывая, что вот тут вот рядом все вот эти старшие, просто замечательные арканы, это какая-то мелочь. Мелочи жизни, знаете, как говорят, какая-то такая вы обойдете эту хитрость, эту кто там, все будет хорошо. У вас еще и старший аркан мах в раскладе. Туз кубков, сила, очень значимый месяц, потому что из восьми карт у вас раз, два, три, четыре, пять, больше половины старший аркан. И все, знаете, такие потенциал, потом изобилие, плодородие, мир спокойствия, исполнение желаний. Ну, замечательные старшие арканы, расклад очень, сила, это все вы сможете. Так, сейчас карту совет достанем для наших весов. что у нас? Двойка жезлов. Ну, к тому же, это карта выбора, но интуитивно вы уже определились, то есть, опять же, вы будете выбирать, но вы уже как бы знаете, куда вам идти? Это карта инициативы, новых проектов, новых идей. Вот то, что может помог, уверенность в себе, и я хочу, я могу, может, вот-вот, я хочу, я могу. Так, и пишет, что вы на своем месте, новые партнерские отношения, контракты. И карта советует двигаться вперед, то есть, весы, вы на правильном пути, карты говорят. Так что, вперед, дерзайте, в январе 2023-го замечательный расклад у вас получился, столько старших арканов, важный месяц. Я так понимаю, что весы хорошо стартанут, так знаете, возьмутся за дело. Ну, дорогие мои весы, дорогие мои зрители, спасибо, что смотрели, спасибо за лайки, за комментарии, за обратную связь. Всего вам хорошего в следующем году и до встречи на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok